Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе. Мужик год не пьет, два не пьет, а как черт прорвет, так все пропьет. Народная пословица. В числе девяти вопросов, решением которых в 1858 году занимался гигиенический конгресс в Дании, был рассматриваемый вопрос о том, каким образом воспрепятствовать излишнему употреблению водки в простом классе народа. Крайнему прискорбию мы не имеем сколько-нибудь верных сведений о мерах, придуманных 534 членами этого конгресса против пьянства, а между тем всякая мысль, высказанная по этому поводу, дорога истории человечества и в России стоит наряду с первыми очередными вопросами. Ни мор, ни глад, ни огонь и меч двунадесяти язык не ознаменовали так своих губительных нашествий на нашу отчизну, как укоренившийся у нас страшный порог пьянства, пьянства буйного, дикого, отвратительного и иногда обессмысливающего наше чернорабочее сословие. Что делать с этой страшной язвой нашего народа? Где рожен против этого губительного зла? Наши благонамеренные адепты от купной системы долго уверяли нас, что только одна эта система удерживает народ от пьянства, и что без нее он совсем разопьется. А сами, движимые христианской любовью к народу, занимались разведением воды вином. Закон поставляет некоторые ограничения, при которых напитки делаются менее доступными народу, и особенно бедному классу. А народ, и преимущественно бедный, все преуспевает в пьянстве. То с горя, то с радости, то по Божьему попущению, то по бесовскому наваждению. Стало быть, все меры, возвышающие цену этого продукта и ограничивающие число мест его продажи, немало не искореняют в народе злоупотребление спиртными напитками. Напротив, высокая цена хлебного вина в некоторой степени сама доводит народ до неумеренности, ибо известно, что человек, не имеющий возможности капитализировать свой заработок, делается равнодушным к сохранению своих добытков. А все остающееся за удовлетворением первых своих потребностей употребляет на удовлетворение своим порочным желаниям. Нужно искоренить наклонность рабочего класса к пьянству, а не домогаться воспрепятствовать излишнему употреблению водки, как выразился скандинавский гигиенический конгресс. Мы полагаем, что ни один конгресс в мире не придумает никаких рациональных мер, которые бы воспрепятствовали излишнему употреблению водки, пока народ не уверует в гибельные для него последствия пьянства. Хороший пьяница перескачет все препятствия и, как говорят, украдет да достанет денег на то, чтобы напиться до чертиков. Запрещения и препятствия ни к чему не ведут, кроме злоупотреблений запретительными правилами. Запретите излишек в пище. Достигнете ли вы успеха? Нет и тысячу раз нет. Как же надеяться препятствиями отучить народ от пьянства, когда и оно может совершаться так же незримо для запретительного надзора, как обжорство, тем более некоторыми лицами, особенно подверженными искушениям и исканного врага человеческого рода, эти возлияния производятся с подобающим секретом и смирением? Предполагать успех охранительных мер значило бы предполагать неисполнимое. Итак, как невелико и невозмутительно зло, причиняемое пьянством, но все-таки бесполезно стремиться противодействовать ему и зданиям охранительных правил. И ничего не сделают с этой постыдной страстью никакие конгрессы, кроме тех, которые будут иметь неиллюзорное намерение просветить массы от одержащего их невежества и освободить их волю от кабалы у черта, имеющего в глазах нашего простолюдина неограниченную власть на подвинутье его ко всему недоброму. Недавний пример отрезвления жмутского землевладельческого класса лучше всего доказывает справедливость этого положения. Врачам, телесным и гигиеническим комитетам нечего делать с пьянством народа и остается только запасать в госпиталях каждому празднику более кроватей для поступающих с делилиум тременс. В деле искоренения пьянства, по нашему убеждению, всего приличнее обратиться к другим врачам и к другим аптекам. Нужно пролить в массы свет разумения. Нужно очистить их вкусы, нужно указать им другие наслаждения вне кабачной атмосферы и уронить в их понятиях сотрудничество черта в деятельности Ивана Ивановича Елкина. А все это достигается только образованием масс и допущением их к участию в эстетических наслаждениях. Воскресные школы, народные театры, клубы, лектории и примеры воздержанности – вот источники отрезвления рабочего класса. И мы не знаем, как не видел этого скандинавский конгресс. Здесь только нужно действовать с любовью и энергией. Смерть не ждет и жизнь не должна ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова